Сегодня была презентована готовая система Кыргыз-теста с учетом основных обновленных методических разработок. Система с этой осени будет воплощаться в жизнь на межведовственном уровне. Занимающие государственные должности граждане будут задавать тест по кыргызскому языку. Многие чиновники уже прошли пробный тест по пилотной программе для того, чтобы определить свой уровень знания государственного языка. Положительными результатами отличилось Министерство юстиции. Введение этой нормы не только поднимет патриотический дух народа, но вместе с тем поднимет престиж государственного языка среди других народов Кыргызстана. И его будут учить для поступления на государственную службу. Думаю, требования для высокопоставленных чиновников должны быть жесткими. И каждый кыргызстанец должен свободно уметь читать, писать и говорить на государственном языке. Разработчиками данной системы являются все признанные научные деятели, представители научного сектора. Во время разработки было очень много споров, какое слово включать, а какое нет. В прошлом году, когда программа была отпилотирована, все замечания были учтены и введены обновления. Сейчас система уже готова к действию, все методические книги и словари также готовы к применению. Кыргызстанец состоит из шести уровней знания и таких субтестов, как лексика, грамматика, слушание и понимание, чтение и понимание, письмо. По тестированию есть такие категории знания госязыка, как А1, Б1, С1 и С2. Для госслужащих, работающих на должности специалистов, экспертов отдела, достаточно категории B2, то есть пороговый уровень. Это значит, что они должны знать минимум 1500 слов на кыргызском языке. Если госслужащий намерен стать министром или депутатом, то он уже должен обладать высшей категорией знаний языка С1. Раньше мы передавали методику по самооценке в бумажном варианте. Сейчас мы можем предложить электронный вариант на сайте Минобразования. На самом деле, госкадровая служба должна закрепить все эти уровни знаний языка для госслужащего. Пока что это является предложением Министерства образования. Надо сказать, что кыргызстест – это механизм не для наказания, а мотивационный механизм для того, чтобы улучшать язык. То есть любой тест, он нужен для того, чтобы замерить температуру, скажем так, и понимать, что нужно сделать для того, чтобы повысить уровень знаний языка. Теперь каждый гражданин, в том числе политики и чиновники, по желанию могут проверить уровень своего знания государственного языка при помощи тестирования на первом этаже в здании Минобразования. В программе развития государственного языка прохождение через систему Кыргызстест станет обязательным. Из 2018 года эта система заработает в полную силу. Изначально тестирование будет проводиться в школьных учреждениях и затем на межведовственном уровне. Продолжение следует...